В сфере утилизации мусора начали наводить порядок. В Энгельсе запустили в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов. Его уникальность для нашего региона в том, что это непривычная свалка, а нечто новое. Здесь будут сортировать и утилизировать отходы, поступающие из 17 районов Саратовской области. Затем, как мусору дают вторую жизнь, наблюдала наша съемочная группа. Бутылка за бутылкой, пакет за пакетом, одну большую свалку отходов превращают в несколько спрессованных брикетов. В Энгельсе запускают первый в области полноценный мусороперерабатывающий комплекс. Процесс сортировки начинается здесь. Машины выгружают мусор, и он поступает в цех переработки. На этом этапе отделяют разные виды отходов. Пластик, стекло, бумага и остатки продуктов питания попадают в отдельные контейнеры. Конвейер, который подает весь этот объем мусора на первую сортировочную автоматическую машину. Вот она тут вверху. Вот там. Значит, на этой машине происходит автоматическая сортировка, отбор пластика. Пластик всех видов поступает после отбора на баллистический сепаратор. Затем каждый вид отходов прессуют и формируют вот в такие компактные брикеты. А их отправляют на вторичную переработку. Пищевые отходы прямо на месте превращают в компост. Полезными удобрениями будут снабжать сельхозпроизводителей. Руководство комплекса всерьез настроено избавить от мусорных залежей половину региона. Отходы на переработку будут свозить из 17 районов Саратовской области. Чтобы у нас меньше было таких проблемных вопросов, они зачастую, особенно для глав поселений, встают очень остро. И та культура, которая, наверное, вот с этого центра, куда будут поступать все отходы ТБО, культура будет распространяться по всей области. Строительство комплекса начали в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством области и руководством управления отходами. Чиновники уверены, запуск этого объекта поможет улучшить экологическую обстановку в регионе. По пальцам пересчитать сегодня можно в России, когда в промышленные проекты пришел долгосрочный инвестор в виде пенсионных фондов. Сегодняшний кризис, он нарисовал картину, при которой банковское финансирование практически прекратилось. Второй такой объект в рамках проекта о сотрудничестве уже заканчивают строить в Балаково. После его запуска мусороперерабатывающие комплексы выйдут на общую мощность почти 500 тысяч тонн отходов в год. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Ну а в следующий раз, выбрасывая ненужный хлам на свалку, задумайтесь. Для полного разложения пластикового пакета нужно от 200 лет до 1000. На то, чтобы не следание осталось от подгузника, понадобится половина тысячелетия. В лидерах по выживаемости также пластиковые бутылки, им для полного разложения нужно 450 лет, и алюминиевые банки, которым не хватит на уничтожение и полувека. В списке быстро разлагающихся такие вещи и отходы, как бумажное полотенце, банановая кожура и шерстяной носок. Субтитры создавал DimaTorzok